Я хочу, чтобы Айрата Фарахова и Вич положительной Анастасии Безбородовой начался новый день в лагере с говорящим названием «Открытие». Для 18-летней Насти этот жест стал еще одним шагом к безусловному принятию своего диагноза. Открыла лицо, то есть рассказала о своей болезни обществу девочкам всего несколько месяцев назад. У меня была мысль первая, а будет ли у меня своя семья. А еще страх, непонимание и вопрос «почему именно я» – типичные мысли и эмоции ребенка с диагнозом ВИЧ. В 10 лет Настя подслушала разговор бабушки и лечащего врача. Три страшные буквы, образующие неизвестное слово, тут же врезались в память. Скоро пациентка знала все о своей болезни, кроме того, что развитие вируса можно остановить. Сначала дети пьют сиропы, я также пила сиропы, на самом деле они отвратительно горькие. Дальше меня перевели на таблетки, кажется, их было у меня несколько. И вот где-то к 13 годам меня перевели на одну таблетку. Постоянные приемы медикаментов, пожалуй, единственное, чем жизнь ВИЧ положительных детей, отличаются от жизни полностью здоровых. Сейчас недуг научились контролировать. Если лекарство пить по расписанию, болезнь перестает прогрессировать, и ее становится невозможно передать. У них никаких ограничений нет ни в образовании, ни в какой-то другой активности. У нас дети с ВИЧ принимают терапию, спокойно занимаются спортом, творчеством. Раз, два, три. В лагере дети с вирусом, и без него не просто рука об руку учатся и отдыхают, но еще и живут в одних комнатах. Ну что, я предлагаю вам зайти в одну из комнат, где живут наши ребята. А в этой комнате шесть кроватей. Мы подростков без ВИЧ учим заботиться о себе и сделать так, чтобы ВИЧ у них никогда в жизни не случился. А подростков, у которых есть ВИЧ-инфекция, учим к осознанному поведению, для того, чтобы они понимали, что жить с ВИЧ можно долго, счастливо. Сегодня четвертый день, как ребята вместе проводят время в оздоровительном лагере. И с каждым днем психологические барьеры между ними рушатся все стремительнее. Дети тоже раздаются с ВИЧ, тоже рождаются через грудное вскармливание или природа. Я об этом все знаю, знаю пути передачи, именно поэтому я приехала в лагерь абсолютно спокойной душой. Мы можем быть разными, мы можем быть разной национальности. У нас у каждого может быть какая-то проблема, но это не мешает общаться, развиваться. При знакомстве я протягиваю руку с подобными надписями картин по этому залу, огромное множество. И сегодня Настя мне протягивает руку, а я, по примеру, Айрата Закевича, ее жму. Будем надеяться, что этот сюжет сегодня поменяет в сознании людей что-то, потому что в том числе для самих ВИЧ-положительных ребят, детей и взрослых это важно. Действительно, многие хотят слышать, что это не страшно. София Ферленкова, Роман Фенин, Телеканал Эфир.